Режим самоизоляции для многих не пройдет бесследно. Специалисты предупреждают о посттравматических расстройствах, которые появляются из-за долгого нахождения дома и использования социальных сетей. На фоне постоянного нервного напряжения и неопределенности могут развиться бессонница и эмоциональное истощение, активизироваться страхи. Сейчас обостряются очень страхи. И эти страхи, они такие, говоря терминологией нашей специалистов, трансгенерационные, то есть межпоколенческие. То есть некоторые видят там в полицейских, ну каких-то полицаев, да, вот как бы из прошлых времен. Кто-то там во врачах видит еще каких-то врачей, карательные, медицины и так далее, да. Не знаю, там из сталинских времен, еще откуда. То есть вот эта глубинная память, она начинает активизироваться вот в таких условиях, ну достаточно жестких, когда мы в самоизоляции находимся. У некоторых людей страх в условиях пандемии перерастает в фобию. Она характеризуется паникой и подавленным состоянием. Может выражаться в навязчивых и избыточных мерах предосторожности. Человек скупает все медикаменты и продукты питания, обнаруживает у себя симптомы и мнимые боли. Могут быть обострения состояния людей, особенно очень чувствительных, особенно таких эмоционально-лабильных, с неустойчивой психикой. И, ну, может быть много обращений, увеличиваться обращения к психологам, к психотерапевтам, к психиатрам в частности. Врачи призывают не расслабляться во время карантина, находить себе занятия вне телефона и компьютера, на удаленке организовывать рабочее место, как в офисе, структурировать день под свои обычные трудовые будни и регулярно заниматься спортом. Благодаря таким действиям психики и организму человека будет легче вернуться в прежний режим.